В общем, одевание примерно так идет, то что мы просто ждем, 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 фармим, фармим, фармим Доброго времени суток, дамы и господа Итом-левел, уровень предмета, можно сказать, это визитная карточка нашего персонажа Чем он выше, тем охотнее нас возьмут какие-либо рандомы к себе в группу, тем больше у нас вероятности попасть в рейд Ну и само собой, определенный порог этом-левела нужен с целью того, чтобы попадать куда-либо К примеру, в какие-нибудь LPR-чики твинками с целью того, чтобы что-нибудь формануть Какой-нибудь там, например, облик драконий И просто для посещения старых рейдов тоже, конечно же, чем выше итом-левел, тем лучше Больший итом-левел открывает большие возможности Если у вас был перерыв от игры, то вы, наверное, даже и не в курсе то, что 8 ноября вышло обновление 10.2 А 15 ноября стартует третий сезон И именно во время старта третьего сезона произойдет нереальный рост итом-левела Да, нам нужно будет очень много итом-левела нарастить с целью того, чтобы актуализировать своего персонажа Если мы откроем рейды, а Берий, тот, который был во втором сезоне И глянем, например, Магмаракса То мы получали 447-е вещицы Окей, убивая ластовых боссов, мы получали 450-е Если же мы откроем Амердрасил эпохальный, то с Ферака падают 489-е вещицы А если мы глянем уникальные редкие тринкеты, то они вообще 496-е То есть рост огромнейший И нужно много-много-много формить В этом видео разобью его на этапы, расскажу как, что, откуда, как быстренько, как вообще нужно все это реализовать И сколько у нас примерно на это все времени уйдет Перед тем, как поэтапно начну рассказывать касательно гиринга Стоит о гребнях вспомнить Гребни у нас были во втором сезоне, мы использовали их для улучшения предметов Ранее они у нас были в сумке А на текущий момент они являются валютой И да, у них также имеется ограничение И это ограничение уменьшено Но если мы имеем во всех слотах определенный итем левел А именно 450-й, 463-й или 476-й То нам открывается возможность обмена гребней 90 гребней маленьких на 15 повыше Таким образом, даже маленькие гребни не стоит рано тратить Или там стоит тратить их, например, с умом вообще То есть суть в том, что нужно все-все-все подэкономить С целью того, чтобы потом просто-напросто нормально все реализовать И если поговорить о первом этапе до 443-го, до 445-го итем левела За 2-3 часа, как утверждает автор Статья написана 3 дня назад Это все можно реализовать такими вот способами Первый пункт, второй пункт, третий пункт, четвертый, пятый, шестой То есть 6 пунктов И в целом мы имеем 43-й, 45-й гир за 2-3 часа Хорошая статья ика реально написанная 3 дня назад Если мы используем Google Chrome или, быть может, в другом браузере Да, тоже есть такая функция То перевести на русский и все видно Также подробно все переведу и закину в Discord Зайдете, прочитаете, получите море полезной информации Не будем много времени уделять первому этапу Уверен, что у более 70% людей так имеется 440-й, 445-й примерно на этом левел Поэтому перейдем ко второму пункту Второй пункт мне хотелось бы посвятить, наверное, одеванию итем-левела так до 470-го Что нам вообще для этого нужно сделать? Что мы можем для этого сделать? Для этого мы можем выгодно потратить свою искру в пользу крафта 486-й шмоточки Мы можем нереально ходить ключи, начиная с 15-го ноября Мы знаем прекрасно, что с ключей мы будем получать хороший ритм-левел А именно с 17-х, 18-х, 467-й, а с 19-х, 20-х, 470-й У меня табличка имеется, опять же, в Discord Жду вас там Она удобная, она емкая, она в целом вообще замечательная Самая, наверное, лучшая, которая есть в интернете, по моему мнению И все можно глянуть абсолютно То есть ходим постепенно ключи Само собой, в 447-м этом левеле, наверное, будет неприятно ходить в 17-е ключи Поэтому мы начинаем чуточку пониже, потихонечку гиримся И уже к каким-то там 17-м, 19-м, 20-м ключам Подходим к плюс-минус хорошему этом левеле Клирим их, получаем вещицы И постепенно их улучшаем При этом думая, а стоит ли нам их улучшать А не заменивали мы их в ближайшее время Гребнями нужно пользоваться С умом После огромного количества походов в ключи Рекомендую вам обратить внимание на вот этот Raider Guide Который был написан, переведен Тут очень-очень много полезной информации Как вводной, которую я уже сказал изначально в самом старте видосика Так и тут имеется информация, которая позволит вам иначе мыслить касательно гребней И вы, быть может, просто-напросто правильно их будете распределять Ознакомимся, быстренько пролистаем То есть мы походили по ключам Получили гир У нас много гребней, у нас имеется искорка Мы сделали зачаренный гребень аспекта Нам все это нужно правильно реализовать И вот изучая таблицу, мы в целом все-все-все-все-все можем глянуть То есть что нам делать каждую неделю Мы можем прочитать Что нам делать в первую неделю, то есть на текущий момент, да, с 8 по 15 Тут даты указаны американские Поэтому для европейских реалов, а мы на европейских играем, если что, прибавляем просто-напросто один денек Вот, неделя 2, начало третьего сезона Неделя с 15 ноября То есть что нам нужно сделать Касательно эмблем аспекта Гребней Гребней дракона Что хочу сказать Гребней змея Мы, когда ходим в плюсы И вылутаем максимальное количество гребней аспекта То мы уже начнем вылутывать гребни змея Об этом писала компания Blizzard Посмотрим, будет ли оно так на самом деле Мало, якобы мы, когда пролутали максимальные гребни Мы лутаем на ранг ниже Когда мы полутали уже на ранг ниже То еще на ранг ниже Поэтому, то есть, ходя там чисто в семнашки, нам не придется ходить в какие-то ключи Пятые, десятые, чтобы вылутать маленькие гребни для последующего обмена Вот, очень-очень много информации с целью оптимизации гира Поэтому я советую вам все это абсолютно изучить И тут выгодная трата То есть что мы имеем на окончание недели Что у нас вообще как получается, да То, что у нас уже два слота 83-х откуда-то А все мы это читаем и мы это все смотрим Крафтовые вещи, если что, 486-е После там недавних изменений Неделя 3, тоже вся информация имеется Неделя 4, тоже вся информация имеется Пятая неделя тоже Если лень читать, картинка Смотрим, увеличиваем, переводим, изучаем Переведу, тоже закину в дискордик свой Далее тут, как создать вещицу Рассказано нам, то, что для этого требуется 250 драконьих камней Тут еще инфа, еще, еще, еще Касательно нового чанта Изменения, изменения великого хранилища Вот, моя таблица Замечательнейшая Автор это понял, вставил ее Умом Как-то так получается Далее уже поговорим О том, когда у нас имеется 480-й гир И мы хотим его повысить до 490-го Что же нам для этого нужно делать? Вещицы, вылутываемые с мифик плюс Будут иметь этом левел 467-470 И максимум мы их можем улучшить до 483-го Суть в том, что круто иметь 483-й гир Но, как вам насчет того, что вы заимеете 489-й гир? Я считаю, это намного круче Для этого, да, мы, конечно, можем открывать каждую неделю векли лут Пытаться наролять какую-то нужную вещицу Но у нас же еще имеется рейт Если мы откроем рейт, то мы увидим Особый уровень легенда И все вот эти 480-е вещицы Имеющие улучшения на текущий момент Один из четырех Могут быть улучшены до максимального этом левела 4 из 4-х 489-й айтем левел То есть вещица с первого босса Спокойно может быть 489-й Например, двуручная дробящая Но, окей, там у нас легендарка, да, в будущем будет Рассмотрим что-то другое Например, щиток Например, шапка Мы можем ее сначала улучшить за гребня А потом прокрутить в катализаторе ради сетовой Или наоборот То есть это не имеет значения И так вот, осмотрев, можно глянуть Беслист какой-то составить В общем, одевание примерно так идет То, что мы просто ждем, ждем, ждем Фармим, фармим, фармим И, что самое главное, фармим нужные вещицы Но помним о том То, что если у нас уже в флоте, например, плечей Надеты 483-е плечи То выбив иные плечи Например, с более лучшими статами Их улучшения до 483-го будут бесплатные Они будут требовать только драконьи камни Которых мы фармим в огромном количестве в этом сезоне Их реально очень и очень много падает Изо всех щелей Отовсюду падают драконьи камни Я устал их просто тратить На этом, пожалуй, все Надеюсь, видео было вам полезно Абсолютно все таблички Я закинул в описании к видосику Абсолютно все ссылки мои тоже есть в описании Всех вам благ Счастья, здоровья Берегите ноги, моите руки Не забывайте о ссылочках в описании До скорого!